Добрый день, НРБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Краун-Плаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. С сегодняшнего дня жители России могут без ограничений покупать любую наличную иностранную валюту, кроме долларов и евро. Об этом сообщает Центробанк. Решение связано с тем, что у банков есть остатки иностранных банкнот. Действующие же ограничения на продажу наличных долларов и евро пока сохраняются. До 9 сентября этого года граждане могут купить только ту американскую и европейскую валюту, которая поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты. В Башкортостане запустили производство итальянского сыра. Об этом сообщил глава Республики Ради Хабиров. Сыр Кальято будут делать на заводе Победа в Янауле. Это сырное зерно, полуфабрикат, из которого впоследствии получаются мягкие сыры. Моцарелла, сулугуни, плавленый сыр и другие. На производстве используется отечественное оборудование. В день планируют перерабатывать 30 тонн обезжиренного молока. На начальном этапе будут производить полторы тонны промышленного сыра в сутки, после полной загрузки – три тонны. В дальнейшем инвестиции в проект планируется увеличить. Доставка сырного зерна будет осуществляться в Москву, Санкт-Петербург, Смоленско и другие города. Спрос на него есть, контракты уже подписаны, отметил Ради Хабиров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова предоставит субсидию в 60 тысяч рублей на одного работника. И он самостоятельно определит, по какой программе переобучить сотрудника и выберет образовательную организацию. Третье мероприятие – это временное трудоустройство для сотрудников предприятий, которые находятся под риском увольнения. На сегодняшний день в республике таковых насчитывается 15 200 человек. Для постоянного мониторинга работодатели должны регулярно выкладывать данные о штатной численности и возникающих рисках на портале «Работа в России». Со своей стороны служба занятости готова организовать на данном предприятии временные консультационные пункты для тех граждан, которые находятся под риском увольнения. Мы готовы для данной организации сформировать индивидуальный план выхода из данной ситуации с конкретным комплексом мер, которые будут направлены на сохранение занятости граждан, которые под риском увольнения, и в случае их высвобождения трудоустройства на другие предприятия. Сейчас в республике насчитывается 20 700 официально зарегистрированных безработных, открыто 46 000 вакансий, то есть на одного соискателя приходится более двух предложений. Эти цифры говорят о том, что в регионе в целом стабильная ситуация на рынке труда, отметили в ведомстве. По данным сервиса Headhunter Урал, в апреле активность соискателей выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Самыми востребованными у работодателя остаются менеджеры по продажам, рабочие персоналы и строители. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время вырастет спрос на специалистов IT-сферы. Средняя стоимость автомобильного топлива в Башкортостане составляет 48 рублей 14 копеек. Бензин марки АИ-92 обойдется в 46,62, АИ-95 в 49 рублей 91 копейку. Таким образом, цены на топливо в республике не меняются с середины апреля, когда они опустились на 2 копейки, следует из материалов Росстата. В целом же по России цены на бензин АИ-92 и АИ-95 за прошлую неделю снизились на 1 копейку. Настолько же подорожало дизельное топливо. Бензин стал доступнее в 14 регионах. Больше всего он подешевел в Тыве почти на 2,5%. Увеличение цен зафиксировано в Воронежской области и Ямало-Ненецком автономном округе на 0,2%. Республики Мария-Эл и Чуваши на 0,1%. Как сообщили в независимом топливном союзе, цена на бензин в ближайшее время расти не будет. Скорее ожидаемо дальнейшие снижения. В основном за счет независимой розницы, которая благодаря низкой оптовой стоимости опускает цены для увеличения объемов продаж. Влияют на эту ситуацию проблемы с экспортом топлива и нефтепродуктов в целом. Объемы уходят на внутренний рынок. В Башкортостане на ценообразование отражается и наличие собственной нефтепереработки. Наличие перерабатывающей мощности, безусловно, снижает логистические держки, делает более эффективную реализацию внутри региона. Поэтому, в целом, если взять какие-нибудь дальневосточные объекты, естественно, цены в Центральной России, где много заводов, цены в Башкирии, в Топерстане, они будут дешевле. Ну и добавлю, производство бензина в России за прошлую неделю увеличилось на 0,7%, до 790 тысяч тонн, а дизельного топлива почти на 6%, до 1,5 миллиона тонн. Почти 230 фермерских хозяйств в Башкортостане воспользовались льготными кредитами. Общая сумма займов превысила 2 миллиарда рублей. Всего аграриям республики в этом году одобрили почти 300 заявок, сообщили в региональном минсельхозе. В этом году федеральный бюджет выделил на льготное кредитование АПК Башкортостана более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Средства пошли на компенсацию ключевой ставки уполномоченным банкам. Займы стали одним из основных источников финансирования весенних полевых работ, в том числе и для фермеров. На сегодня все фьеровых культур проведены на площади 1 миллион 536 тысяч гектаров. Это более 70% к плану. Отмечу, Минсельхоз России расширил перечень получателей льготных кредитов ВПК. В этом году их могут получить и предприятия по переработке мяса и мясной продукции. Ранее в список внесли молокоперерабатывающие заводы. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро дешевеют, а американская валюта опустилась на 1 рубль 16 копеек, курс 62.40. Евро на рубль 68, курс 64 рубля 94 копейки. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке Финам за 68.16, продажа в Райфайзен банке за 71.58. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в банке Финам за 70.35, копейка продажа в Райфайзен банке за 73.75. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РПК. Всего доброго.